Всем привет, ребята, с вами Андрей Чент, и вы смотрите проект Немножко Разведены. Я надеюсь, что смотрели уже предыдущий выпуск. Здесь всё очень просто. Есть пара на грани разрыва, и они, в общем-то, решаются пожить с другими людьми, с другими вообще парнями, девушками. И останутся ли они вместе, либо разойдутся, то узнаем здесь. Анна и Артём Одеговы. Анне 36 лет, Артёму 28. Стоп. Анне 36. То есть она ещё старше на 8 лет. В браке 2 года. Артём по образованию экономист. Работает организатором массовых мероприятий. В прошлом порно-актер. Блядь, экономист работает в массовых мероприятиях. В прошлом порно-актер. Вообще. По образованию журналист. Работает ведущий на корпоративах и детских праздниках. Видеоблогер. Муж Артёму. Всё, ребят, я уже чувствую. Знаете, это будет очень интересный выпуск. Просто давайте поставим лайк. Баба. Ну, я вот сейчас смотрю по картинке. Какая-то вот типа FIFA. Такая блондинка. Который какой-то блогер. Я, наверное, сомневаюсь, что очень популярно. Сейчас посмотрим. И чувак порно-актер бывший. Артём и жена Анна познакомились на праздновании Хэллоуина и с первого дня начали жить вместе. Через два месяца отношений поженились. Сейчас отношения супругов зашли в тупик. Жена Анна ревнует Артёма к его подругам в социальных сетях. Подозревает в изменах. Так выглядит. Ведь муж перестал уделять ей внимание. Артём, в свою очередь, признаётся, что устал терпеть неоправданные претензии своей супруги и уверен, что Анна, будучи в браке, так и не созрела для семейных отношений. Решение обоих – развод. Я в начале отношений с Аней делал ей какое-то время сюрпризы. Ну, потом понял, что это бессмысленно. Потому что человек этого не ценит. Я бы хотела, конечно, побольше этих финансовых вливаний. Первая проблема семьи – нехватка денег. Жена Анна считает, что муж должен зарабатывать гораздо больше. У Артёма на этот счёт. Короче, понятно. Человек это не особо ценит. То есть у человека свои какие-то капризы на уме. Он мне даёт, конечно, 15-20 тысяч в месяц. Но мне мало. Но это очень мало. Мы решили понаблюдать, как строятся отношения в этой семье. Утро Анны начинается с прямого эфира в социальных сетях. Ребята, привет. Решила с вами постримить вот в таких крутых патчах. Какая вам красивая я. Какая страшная. Блин, ну что ты мне пишешь, гадость? Господи. Опять мы попали на... Ну я не понимаю. Просто меня, знаете, аж всего выворачивает, когда я услышал такой вот разговор. Не, ну я хотел туда пойти, но просто я не знаю. Что это? Я вот чё-то ни одного прикола не понял. А вот где мужик? Она типа вот спала вроде, типа то кресло было или что. Где? Тварь такая. Это моё вкус. Спасибо. Муж с женой спят в разных комнатах. Артём ночует на раскладушке. Чем дальше, тем веселее. Покупать кровать нам в спальне. Пока, может, не нужно. Слушай, вот зачем ты стимаешь, знаешь, что... Нельзя вообще смазать пищу. А где стол на кухне? Вот это бич вообще отношений. Мне кажется, то, что парень стесняется... Ну, фоток совместных. Тихо-тихо-тихо-тихо. Привет, долбоносы! Идите все лесом! Отдай телефон! Он его выкинул, Дуся. Пусти! Блин, какой же он... Такой срач небольшой. Этот кран меня уже выбесил. Вторая проблема семьи бытовая. По причине которой у супругов постоянно возникают конфликты. Все время вот эти вещи, нужно его стирать. А вот мне вообще хочется такого, знаете, парня-нянька такого, чтобы он мне полы тут намывал, ремонт мне сделал обои, мне поклеил. Чтобы... Это еще нужно стирать! Вы что? Я создан для других вещей. Мужик была сказкой. Если развитие дальнейших отношений, семейных ценностей, вот, это, конечно, непосредственно, чтобы жена умела готовить. На завтрак Аня заварила Артему лапшу быстрого приготовления. Артем! Как в дорогих ресторанах! За завтраком семья решила обсудить участие в эксперименте. Я хочу проверить, остались ли... А, у них нет стола? Настоящий мужчина. Кухонного. Который в состоянии купить мне розы. Понимаешь? Звезда ты наша. Сводить меня в кафе. Слушай, ну посмотрим, посмотрим. В принципе, почему нет? Я там тоже посмотрю. Можете, я там найду. Найдешь ты, конечно. Все свои жизни. Ты посмотри на меня? Кто я? И кто эти телки? Спокойно, Андрюха, не бомби тебя, смотря, дети, не матерись. Посмотри, кто я? А теперь посмотри на себя. Ты ночуешь периодически. Ты посмотри на меня. У меня есть борода. Знаешь, когда говорят борода, тебе говорят да. Поэтому... Ну, все возможно. Все возможно. Там может быть любовь, свадьбу, жизнь, может еще и секс. Вопрос о праве на измену каждая семья решает индивидуально. Вот это у них трэш. То что? Да, да, нет, нет. Третья проблема в семье. Отсутствие секса. Сейчас уже как-то... Порно-актер не спит. Страсти. Нету каких-то интересов. Он мне постоянно врет, обижает меня, обзывает, говорит мне какие-то колкости. У нас нет секса уже достаточно долгое время. Ну, то есть ты как, если, допустим, у вас помнишь в такой момент? Тебе в этом эксперименте нельзя ничего. Ну, давай, я сам разберусь, что я там могу делать, что не могу делать, если понравится. Если все сойдет, мы на... Ты тоже не сможешь. Это что такое? Все равно видеть не будешь, правильно? Как это я видеть не буду? Я права, вы посмотрите, не можешь знать. Так, опять баба звонит. То займите. Оля, Оля. Оля. Тебе надо это обратиться в больницу. У меня такое подозрение, что он ищет баба. Ролтон высыпали. Ну, они скрывают это, потому что я же устраиваю. Если вообще есть отношения, да, то есть смысл отношения в том, что люди должны друг другу доверять, как минимум. Потому что есть что скрывать, да? Есть что скрывать. Я и слышала женский голос. Слушай, возьми веник сначала убери, а потом уже поговорим. Покажу или не покажу? Просто я тебе говорю, это там... Куда я ничего убираю? Ты сам иди убирай. Но она не хозяйка. Завтра, ну что, яишку нельзя нормально приготовить. Когда ты его починишь? Оооо. В смысле? Это странно, как это метафора наших отношений. Может быть, как бы и нет смысла его чинить? А, то есть у них с крана все время бежит вода? Ха-ха, нахрен начинить? Мы это же... Нет, дети миллионеров, мы можем платить за воду, ого-го. Там еще такой напор мощный. Тебе сейчас не стыдно? То есть мне должно быть стыдно за то, что ты на меня вот эту гадость, на меня выбросил на голову мне, да? Решение о том, где семья будет жить со своими одиночками, возникло очень быстро. Может быть, я останусь, а ты поедешь? Ты что, обнаглел, что ли, да? Это вообще моя квартира. С какой радости ты здесь останешься? Ну, слушай, если... Чтобы ты водил всяких баб сюда и вот на этой кровати их имел? Я тебе ничего не гарантирую. Что у вас тут будет, я не буду знать. Что у нас там будет, ты не будешь знать. Ну, если у тебя получится, получится. Нет, нет. Ну ты посмотри на себя в зеркало. У тебя поведение вообще неадекватное. Тебе надо как-то абстрагироваться, быть спокойнее. Они реально хотят вообще спасти отношения? Потому что то, что я вижу, они нихрена не хотят спасти. Они просто уже ищут кого-то на замену. Будь уравновешенней. Итак, семья Одеговых разъезжается, чтобы построить новые отношения. Будут ли незнакомцы лучше? Жили супруги поймут, что проблема не в спутнике жизни, а в них самих. Так, давайте. По правилам эксперимента семья не знает, кто станет их парами на это время. Но оба надеются, что партнеры будут соответствовать заявленным требованиям к идеалу. Я жду от встречи с незнакомцем, ласки, какой-то интересной атмосферы. Может быть, он не все-то романтика в мою жизнь. Темненькая, вот, не знаю, наверное, относительно веселая, что, собственно, хорошо. Если еще немножко сумасшедше, то вообще будет супер. Что, больную найду? Муж Артем решил прийти к незнакомке с шикарным букетом цветов, который сразу же разместил на своей страничке в социальной сети. Ну как, в инстаграмчик, конечно. Итак, знакомимся. Алина Илекбаева, 25 лет. По образованию повар-кондитер и мастер маникюра и педикюра. Повар-кондитер, ребят. Кто хочет у нее пироженку сделать? Развивает свой собственный бизнес. Салон красоты. Самые долгие отношения длились 4 года. Если мы нравимся друг другу, то я не вижу преградной личности. Я просто вижу мужчину и получаю то, что я хочу. Алина решила произвести впечатление на мужа Артема с первых секунд их знакомства. Я считаю себя сексуальной, яркой личностью. И поэтому решила его прям так встретить. Мне, в принципе, нечего стесняться. И я думаю, почему бы не показать свое красивое тело. Я его так встретила, чтобы его проверить. И он поступил как джентльмен. Он не воспользовался тем, что я была так одета. Ты серьезно? Мне это очень понравилось. То есть ты представляла себе, что стоят камеры, и он сразу набросится на тебя? Ты что на дурочку косишь или что? Слушайте, у него еще на шее висит какое-то лезвие. Мне это даже зацепило. Прикольно, необычно, экстравагантно. Немножечко вульгарно. Немножечко. Интересно. Я думаю, этих описаний вполне достаточно, чтобы описать, что она была частично раздета. Пойдем, я тебе покажу свою квартирку. Здесь моя комната. Тут она одета. Ну как тебе? Цвета нравятся? Да. Это мой зайка. Смотри, прям на тебя похож. Похож? Да. Знаете, у меня такое чувство, что мы попали на съемку какого-то порнофильма. Идет сейчас пока прелюдия. Я только здесь. Слушай, а почему у тебя именно стиль бороды? Просто решил как-то по-новому посмотреть на мир, и поэтому борода решил отрастить, чтобы от прошлого немножко оттолкнуться. О, прикольно. И поэтому вот так вот решил сделать бороду себе. Скажи, ты где любишь спать? На кроватке или на диванчике? Я люблю на мягком. Люблю на мягком спать, да. Потому что дома сплю на сладушке. Это мы уже разберемся. Это уже решим вопрос. Кухня, кухня, самое главное. Кухонька у меня очень простая, очень скромная. Я же купил творожки, вон этот, круассаны. Да. Можно чайник задержать и нормально. Алло, здравствуйте. Я тут заблудился в вашем волшебном лесу. Выходите меня, встречайте. Я нахожусь возле Большого. Это кавказская кровь? Ёлки здесь еще. Хорошо, я сейчас пущусь, встречу тебя. А ты звезда моя. Давай. Давай. Ты тогда разговаривает просто. Привет. Спасибо. Меня зовут Паша. Конечно. Нет, бля, я вообще стою, торгую цветами. Ты просто подошла, думал, хотел купить. Павел Башевский, 27 лет. По образованию юрист, по призванию фитнес-тренер и массажист. О, как. Последние серьезные отношения длились два года. Находится в поисках настоящей любви. Это какой-то богатый опыт. И на жизни с мужчиной, если бы я хотелось бы попробовать себя в роли, так сказать, мужа. Спасибо большое. Я знаю, что в вашем большом сказочном лесу не так легко удивить девушку, но у меня есть к тебе один сюрприз. Подожди, пока не смотри. Ой, что это? Карета подор. Прошу. Это карета? Конечно. Серьезно? Я тебя покатаю в тачке. Я была так счастлива. Вот этот подарок меня вдохновил. Я уже почувствовала себя просто на седьмом небе. Такого, думаю, тоже много разговаривает, ребята. Блин, это так классно. Я ни разу не ездила на такой карете. Это круто. Девушка достаточно приятная, ухоженная. Но она ухоженная. С характером. Я в начале отношений с Аней делаю какое-то время сюрпризы. Ну, потом понял, что это бессмысленно. Потому что человек этого не ценит. Кьюти тут интересные фотографии. Это ты? Это я. А чем ты вообще занимаешься? Я модель, актриса, видеоблогер. Видеоблог. А там все мои портреты. У меня вообще 112 подписчиков, бля. Я очень люблю, когда меня рисуют, фотографируют, снимают. Очень ранимая и хрупкая девочка, которой действительно нужна поддержка. Жена Анны, как настоящий блогер и любительница в социальной сети, не смогла удержаться... А что она все время с короной ходит? А, простите. Забыл. Звезда королева. Все. Все. Тут нормально. Подожди, это самое, убери руку, потому что ты меня будешь типа там лапать. Как будто бы там у меня лапаешь. Так, не рыжем. Все, я с обожанием смотрю. С обожанием смотри в камеру. Не на меня, а в камеру смотрим. С обожанием. Смотри, выкладывай в инсту в фотку, чтобы ты потом не говорила что-то. Пусть все видят. Так, о хэштеге? Моя любовь. Люблю ее. Напиши, хочу ее, обожаю ее. Ах, бля. Пусть меня не понимают. Пусть меня не понимают. Пиши хаштей, я сказал. Пусть они там все обделаются. В отличие от жены Анны, новая знакомая мужа Артема Алина. Боже, слушайте, что там, что там, какой-то трешняк. Я вам отвечаю. Умеет готовить. А, давай сделаем леденцы. Тут баба голая сидит какая-то. Жены сахар из него сделают на сковородке и в принципе в духовке запишут. Давай сделаем. Это можно сделать. Давай сделаем. Слушай, как повезло твоей жене. Расскажи, как ты вообще согласился на такой эксперимент? Артем не стал рассказывать о себе, а решил узнать у Алины ее мотивацию участия в проекте. На самом деле, если кто-то не ценит мужчину, ты знаешь, я бы забрала хорошего мужчину. Я просто растерялась. Мне он так понравился. Расскажи немножко о себе. Я раньше танцевал. Там, Го-Го, всякий такой стриптиз. Давно было это время. Стриптиз? Да. Говори, что ты форно-актер. Да. Понял. Слушай, что тебя вообще привело в этот проект? Ну, я смотрю, ты для жены как-то особо не стараешься. Но вообще-то любой человек может сделать приятно для своей половиночки. Для тебя вообще пофиг. Я не знаю, я просто не вижу в этом какого-то интереса. Я сейчас больше погружен, на самом деле, в работу. И какие-то такие дополнительные развлечения, утехи для жены, мне кажется, это пока, ну, на данном этапе лишнее. В последнее время он очень со мной груб, и меня это раздражает. В отличие от мужа Артема, Павел готов удивлять и покорять жену Анну. Здесь секс-машина какая-то, да? Это что такое? Да ты мне стерпез поползываешь. Я даже поняла, что я фитнес-тренер. Я просто не могу без тренировок, мне нужно хотя бы иногда. Ага, конечно, да. Не хочешь присоединиться ко мне? Когда я зашла, просто обалдело. Паша стоял на руках, голый, в одних трусах. Голый, в одних трусах. И предложил мне заняться с ним фитнесом. Можешь ты поднять меня на своей спине, отжимаясь? Ну, давай попробуй. Давай. Садись. Нет, ты ножки поднимай, так не интересно. Так не интересно? Конечно, вот. Да ладно. Блин, мне так неудобно. Как лошадь. Это лучший комплимент в моей жизни. Ну, вообще, да. Хотя бы ты смеешься, она тебе понравилась. Ну, почти, почти. Боже, это чувак самовлюбленный. Ну, давай, сыпь. Паша, конечно, может быть живым вибратором. Да, ну, это просто невероятно. Ну, где эти люди? Может, я не там хожу? Я не с тем знакомый или что? Где они? Я люблю всякие интересные штучки, сумасшествия, приключения. Он меня не поощряет, не устраивает мне интересные конкурсы, сюрпризы, как Паша. Алине настолько сильно понравился муж Артем, что она весь вечер выпытывала информацию о своей потенциальной конкурентке, жене Артема Анне. И о том, какие женщины его все же привлекают. А тебе жена заботится? Ну, так, относительно. Она карьеристка, да? А? Она карьерой больше занимается, да? Всякие трансляции, вот это все. Я не знаю, что это, это карьера или что? Ну, это, короче, какой-то бред, который, на самом деле, напрягает и который... Ты не одобряешь такое? Ну, блин, ну, когда знаешь, утром присыпаешься, камера в лесу, смотрите, я там, о, там спит, а? Ну, вот зачем ты снимаешь, знаешь, что, что... Ну, я согласен, у такого формата может напрягать. Ну, тебя похвастаться, да? То есть тебе бы хотелось, чтобы тебя больше погладили, приголубили, да? Да, 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 это было бы спокойнее. Просто, говорю, вот эти стримы, вот это все, это, конечно... О, ты такой, блин, как медвежоный, да? Он такой креативный, сообразительный, и я думаю, он прям хозяйственный. А я тебя угощу, Медвежоный, а ты меня угостишь? Да. А? Ну? Ну, я забыли, скажи. Семья. Такой забавный. Ну, и леденец у нее сладкий, полизал немножко. Что тебе нравится в женщинах? Я бы ее леденец полизал, да? Ну, меня привлекают татуировки. У тебя, кстати, заметил, тоже есть татуировка. Да, на самом деле, да. Она что означает, для чего вообще было сделано? Что, на шопе? Смотри, у меня есть вот такая. Это что нарисовано? Доллары завернутые в розу. Очень много. А это кинжал? Да, кинжал. И бабочка. Кинжал и бабочки. Сейчас, ребята, будет съемка. У тебя вот эта прикольная татуировка, если можно, я ее запечатлеваю. Да, конечно. Прикольно, да? Да. Я вот никогда себе татуировку не сделаю. Я считаю, это пошло. И вот некрасиво. Даже привязать, сам. Все не ломорно, не модно. Хоть мужа Артема и привлекала мягкая кровать Алины, но первую ночь он все-таки решил провести на диване. Пока я сегодня на диванчик ляжу. А тем временем в паре жены Анны и Павла вечер только начинается. Молодой человек уверен, что сможет окончательно покорить жену Анну после пригодения ее ужина. Я считаю, что любой мужчина должен уметь готовить. Тем более готовить для своей девушки. Поэтому... Я бы сказал бы, что практически любая девушка должна уметь готовить. Неплохо, что если и парень умеет готовить, но девушка, мне кажется, это более важнее. Но у нас тут же, помните, да, баба, которая вообще не любит ни убирать, ни готовить. Я тебе приготовлю. Анна-звезда. Легкий фитнес-ужин. Это вот ты угадал, да. Иногда готовлю, иногда не готовлю своему мужу. Ну, конечно, круто было, в принципе, я очень не готовила. Муж сам заморачивался на эту тему. Ну, ладно, что ты сама себе готовить, я сам себе готовлю. Мы все делаем грубой мужской силой. Так, во-первых, вкуснее и правильнее. Ну, давай, давай, давай. О, Господи, как это получилось. Давай, давай, останавливайся, все хорошо. Ты выдавливаешь из нее сок просто. Да, это у меня как-то, значит, по-своему. Получается вот это у вас. Ну, они что-то придает, видишь, вот, зато это общий салат. Мы его сделали вместе. Тебе не бьет толком? Нет? Толком? Нет, реально, мне кажется, от меня идет такая энергия. О! Теперь мы будем с тобой рвать. Господи. Перец. Я разрываю, а ты мне помогаешь с отрубкой. Это так выглядит. Значит, о, держи. Небаленно. Какой же перчик. Ты любишь тебя? Главное, что большой. Вот, да, 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 да. Ты чувствуешь, да? Как все перемешивается. Ты чувствуешь, как зарождается, зарождается новый. Я не чувствую. Слушай, войной порнофильм, ребята. Ну, ты, кстати, из-за своего мужа, который спит на раскладушке, на кухне, ты так мне почему-то и ничего не сказал. Он пристал в последнее время обращать на меня внимание. Странно. Я чувствую себя ненужной. Постоянно переписывается с бабами. Ну, ты пробовала как-то там? У меня очень грустно. И еще он ни разу меня не готовил. У меня вот здесь сейчас порыв такой. Я вот прям хочу это сделать. Прямо порыв у меня такой. Подожди, я должен это сделать. Только не бросайся из окна. Нет, не переживай. Я не переживу этого. Я живу самой лучшей девушкой. Самой красивой, самой умной и интересной. Где мы будем спать? А, чувак, знаете, такой сделал, типа, подход на ходовочку. Сейчас, типа, я заору. А где мы будем спать? Я уже, как бы, видишь, весь в красоте. Давай. Не знаю, ты же мужчина. Вот прям машина. У меня есть свой вариант. Я подготовился. Да ты что? Да. Надувной матрас. Это называется всё своё, ношу с собой. Ничего себе мужчина. Да ладно. Надувается. 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 Тут вы тупую бабу нашли. Ё, он надувается. Как такое возможно? Вы серьезно, где вы ее нашли? Не, ну, ребят, ну, я не спорю. Знаете, ты говоришь, там, блондинки глупые. Ребят, я так не считаю. Я знаю, что если блондинки, брюнетки, цвет волос не зависит. Но вот здесь вот. Сука, она удивилась от того, что матрас надувается. Знаете, как будто я НЛ увидела. Да ладно? Как? В чем магия? Сюрприз. Давай, интересно. Вот послушай. При всех своих достоинствах, жена Ани еще и певица. Павлу предстоит оценить ее новый хит. Я уже представляю, давай, песня. По такие песни надо с ума сходить. Ууу, давай. Почу замуж за француза. О, ты сейчас. За француза. За француза. За француза. За француза. За француза. Надо, чтобы вместе весело шагать по просторам, по просторам. А я хочу замуж за француза. Суза. 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 Надо, чтобы он был миллионером. Обычный парикмахер. Но и мэром. Мэром Марселя могла б я полюбить. Я бы во Франции там не будешь идить. Какой звездец. Зная о том, что жена Анна не любит готовить Алина решила начать покорение сердца мужа Артема С приготовления вкусного завтрака Завтрак Это завтрак Ну что, яичку нельзя нормально приготовить Не, ну выпуск реально, ребята, ну трешовый Спасибо тебе большое за завтрак Да ты прям умница Знаете, вот мы когда, кто смотрел предыдущий выпуск Немножко разведены Ну там как-то все было, ну Более-менее здесь Что в одной семейке, что в другой Тут порно-актер бывший с какой-то бабой Которая тоже немножко подкатывает На какую-то проституточку Там баба тупая И чувак, который с мышцами самовлюбленный Хотя и она самовлюбленная Просто два сапога пара Что там, что там Молодец, тебе прям большое спасибо Мне очень приятно, что тебе все понравилось А жерель у нее такое, бля, с лезвием Слушай, я хочу сделать сюрприз И порадовать тебя Интересно Мне очень нравится тебя радовать А что за сюрприз? Ну это сюрприз А, ну логично Почему она всегда так говорит, как будто она немножко подвыпившая Вот знаете, как выглядит лицо подвыпившего человека Разное, что мог подумать Вот, например, массаж Вот посмотрите внимательно Массаж, я думаю, при помощи массажа С ними стресс Ну разные варианты В принципе, в голове вскакивали Тогда давай Ну ладно, давай И пойдем Утро жены Ани тоже началось с прекрасного Но не только с завтрака Ань Доброе утро Ааа, привет А что она спит на матрасе? Я что-то не понял На матрасе спал мужик Либо, ребята, что-то там было уже Пойдем со мной Право в постель А что она накрашивала? Она даже не умывалась? Ничего себе Так меня еще не будили Ух ты Какие классные лепесточки Мне никто ни разу не прокладывал такую дорожку А что это? Да, это тебе небольшой сюрприз на завтра У нас только одна ложка стала Ты же поняла, да? Я хочу Но это в столы и стулья не отсюда Большой дом У моря И то, что у меня пятеро детишек Пятеро детишек? Я сижу там беременная Шестым Шестым? Да Ого, серьезный сон А вот мужа не убедилась То есть ты сидишь на море Беременная С пятью детьми Без мужа Без мужа, да? Он где-то в командировке У меня возникло желание Отведать Вот этот прекрасный Десерт Прямо с тебя С меня? Да Пожалуйста, раздень, мальчик Бля Я не могу тебе отказать Ладно Давай Оу Послушный мальчик Ну да Тот самый Ты хотел Повыше Повыше Ну да Какой большой кусок Я не съем Блядь, ты что там полкило мяса положил? Ммм Ну что, теперь Я попробую Попробую Клеить тебе на бицепс Ну да? Боже Что мы сейчас смотрим? Да Аня попросила меня Опять раздеться Мне кажется Она вошла во вкус Как я могу отказать девушке? Ну что ж Я тоже Проложу Свой путь Вот Ай, короче, решила в конце С ним полизаться Так что, говорю здесь только я А ты можешь пока помолчать Какой волшебный путь Наверное, я была первой Кто это сделал Мне так кажется Что они там пытаются спасти Какие отношения Ребят, тут какой-то трешняк А, вода бежит Это нормально, чувак Дальше я хотел помыться После торта Который ели с меня Поэтому я решил пойти в ванну И обнаружил там, что Там беспрерывно течет Кран Аня Это нормально А что у тебя с краном? Он так и должен течь постоянно? Ань Ань, иди сюда И давно это тебе так течет Мой муж ведет себя как принцесска Который ничего не нужно Ну, это мой муж скрутил Ты поможешь, надеюсь? Вот жизнь Поэтому так и не складывается нормально Может быть, потому что вытекает Жизнь вместе с этой ванной Ну, если ты мужик, то почини Это с краном, как это метафора наших отношений Может быть, как бы и нет смысла его чинить Сейчас я возьму это в свои руки Дай мне минутку сейчас О, ты сантехник? Сантехник? В течении часа Павел наладил душ Обрадованная жена Анны не знала, как отблагодарить ее Паша, оказывается, обладает навыками сантехника Для меня была очень странным Учитывая его образ жизни Все-таки он фитнес-тренер То есть, она считала, что если он фитнес-тренер То он должен быть дебилом, да? Хотя, в ее голову реально могут разные мысли, знаете, зайти Почему некоторые думают, если в очках, то это умный, но какой-то там хлюпик Если чувак накачанный, то он сразу должен быть каким-то дебилом Либо необразованным человеком, который только занимается спортом Это какой-то тупой стереотип В друг БАС и умеет обращаться с инструментом Павел попросил Анну помочь ему отмыться от сладкого торта Она его моет в резиновых плечатках? Алина до последнего не раскрывала мужу Артему, какой сюрприз приготовила для него Бабочки, звери Я тебя веду в антитресс На самом деле, я очень хочу, чтобы ты расслабился и просто получал удовольствие Их, давайте, напиши все свои проблемы Пошу забить, посуду бить Да, и мы это прям выкинем Ты думаешь, что шутит, как-то, да? Ну, как можно снять стресс, чем разбить тарелки? Предполагал какие-то другие варианты Что дома так много любит развлекаться? Давай, а что-то такое Не будем забывать, давай я тебе помогу Поухаживаю за тобой Думаю, я правильно сделала, да Я с тобой, поехали Боже мой В дребезги, в дребезги Агрессия в дребезги Так, это что у нас? Негатив Тут-то развлечение, ребят Попал в синюю Ну, и вот такую последнюю тарелочку хотела Вот прям красным по белому написала Это то, что есть в отношениях Ревность Ревность Ревность, да, это жопа Ну, чтобы ревность шла прямо туда глубоко и далеко Раз, два, три Молодец Молодец Почувствовал себя отчаянной домохозяйкой Прям так Все Вот И хорошо, все эти негативные эмоции вместе с тарелками Долой Я так немножко почистил бородой Так что, поедешь сейчас я завинчу Странный аттракцион Давай расскажи про своих проблемах Что там Я думаю, зло Зло Я такая немножечко злюка Ну, а это, я думаю, это моя спонтанность В голове ветер Нормально Ой, значит прям, прям уж поихчал Тарелки нормально бьются там О, отлично Давай верхню Оп Все Давай, здесь как Отпускает Отпускает легче Давайте помогу Видишь, даже прическа не испортилась Ну, как тебе моя идея понравилась? А, да Вообще прикольно Такого Ни разу не было Вот Опробовал Спасибо тебе большое Буду донубить тоже посуду Я думаю, вместе с этими тарелками И действительно уйдет ваша проблема Вполне вероятно Может быть куда-нибудь в теплое, уютное местечко завяжем Давай И может быть что-то горячительно, чтоб прогресса Ну да У нас есть горячий шай Давай 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 За продолжительное время общения с женой Ани Павел понял, что девушки А чё она одела эту штуку, знаете, как на похороны Не хватает в отношениях с мужем сказки и романтики Поэтому решил постепенно это исправлять Господи Ох ты Ну ты даёшь Ну ты даёшь Восточная сказка Знаешь, я чувствую с её прям как на красной дорожке Она всё время блять в короне Хорошо, присаживайся Я на самом деле хотел с тобой поговорить Расскажи вообще о своём муже Ну ты знаешь, вот я сейчас улыбаюсь Кальян стоит Но на самом деле я очень много пережила долгими бессонными ночами Я думала о том, где мой мужчина, почему он мне не уделяет нема, почему он не хочет меня видеть А лайкает в соцсетях всяких, жгучих брюнеток, негритянок Не пыталась уточнить его, почему я плакала Я унижалась Он никак не реагировал Я паузовала на коленях Ты её можешь излечить Какое-то адекватное человеческое общение Можно жить здесь и сейчас И быть счастливой Мне хотелось бы узнать и... Фанат собирает Привет Здравствуйте В ресторане к нам подошёл какой-то пьяный мой фанат Как я понимаю Фанат На самом деле она подошёл какой-то подставной чувак Ну либо не подставной Но надо выяснить, что это мой фанат Ну я ж звезда, а Катя Клэп вообще нервно курит в сторонке Я ему давно нравлюсь И вот наконец-то он меня выследил И хочет со мной познакомиться Да вот рассказываю Знаешь, молодому человеку о том, что Мне не хватает мужского внимания Ласки Типа с ним? Вообще Кто это? Это... Мужчина, с которым у меня свидание Ча, братья, пообщаемся Он реально пьяный или это херовый актёр? Я не знала, что делать Смотрела в стекло Очень переживала Меня просто... Эмоции захлестнули Ну чё с вами? Дружище Всё Что с ним пришёл ты? Ты Чё тебе надо? Нет Давай, давай, одевайся Тихо, тихо, тихо Давай Давай, успокойся Реди Давай Риви, давай Слышь Давай Где я отсюда? Ну я думал, он поймёт Что надо ему уйти Он не стал понимать Поэтому пришлось вывести его и применить силу. Что вы делаете там? Все, все, пойдем, пойдем, пойдем. Паша. Ну, непонятно, на самом деле, подставной или не подставной чувак. Сложно сказать. Напишите вы. Вез себя, как настоящий рыцарь. Пойдем, пойдем, пойдем. Не обращай внимания. Все нормально. Ты меня защитил. Я не поняла, что он хочет доказать этим. Наверное, свое право на меня, как на его женщину. Пара мужа Артема и Алины тоже решили продолжить вечер в баре. Спасибо. Давай выпьем. Давай бухать. Хорошее продолжение нашего с тобой общения. Ты у нас прыгал с парашютой? Да. Сколько раз? Раз, два, три, четыре раза. Четыре раза? Раз с парашютой и два раза с моста. Обалдеть. Когда ты с парашютой прыгаешь, у тебя есть. Кстати, на основу парашюта есть запаска. Вот здесь. А с моста ты прыгаешь, у тебя блин. Только трос, который ты вообще не чувствуешь. Сейчас, секундочку, я отойду бороду припудрить. Яркая внешность Алины привлекает. И тут тоже. Ну, это, короче, Апоп. Это подставные чуваки, которые подкатывают якобы и смотрят, как отреагируют тот или иной человек. То есть там тоже был постановочный. Только мужа Артема. Добрый вечер. Я просто смотрю на тебя и захотелось здесь пообщаться. Мы тут снимаем пока. А что это такое? Так, передача. Давай. Давай, давай. Ты меня выгнал в краску. А вот пара типа вот с этим... Это прям секрет секретом. Если мы замутим сфинкера, я тебя обязательно позову. И он сейчас не поймёт что-то. А? Слушай, он тебе реально интересен? Да. А ты ещё ближай. Так я тут сижу. Ты мне место греешь. А тебе правда интересен? Да, меня возбуждает его борода. То есть он меня не знает, что он мне может нравиться или нет. Там мой друг. Знаешь, штука в том, что ты со мной уже разговариваешь. А вдруг там за спиной моей... Потому что он настолько веслится, что он не может тебя... Слушай, дядь, на самом деле, ты... Вы уже тут мне решили поругаться? Просто предлагаю тебе взять и уйти отсюда. А почему я должен уходить, когда ты сидишь на моём месте? Давай мы не будем. На самом деле, мы вместе пришли. Мы хотим немножечко посидеть и расслабиться. Вы хотите побыть? Короче, проверили, есть ли у чувака яйца. С другой стороны, я тоже согласен, что не всегда нужно всё решать кулаками. Вот реально. Да. Слушай, а тебе не кажется, что он слишком слабохарактерный? В данный момент, вот как бы, я не ухожу. Нет, он просто интеллигентный. Согласен. Пока мы с Алиной друг к другу незнакомые люди, я не вправе осуждать тех, кто пытается с ней познакомиться. Согласен. Но по нему видно, знаете, по разговору, что чувак на самом деле образованный. Хотя, честно, бывший порно-актер. Но образованный. Скромный порно-актер. У меня это вызвало достаточно бурные эмоции. Интеллигентный порно-актер. Ты как за что ты проводишь агрессию? Она сидела, пока смотрела на меня и он выпал. Общаться с девушкой. Закрой рот. Твои монологи мне. Ну ты ты дал. Ты пасет. Ну вот и иди давай. Не умеешь общаться. Кто подставленный, подставленный чувак? Что настроение изгажено? А можно ложечку? Конечно же. Мне вообще похер, рожать хочу. Мой жена Анна попросила Пашу научить ее готовить глинтвейн. У меня сегодня вечером ожидается бармен-шоу. Давай-ка я включу тебе крутую музыку и побуду диджеем. Давай попробуем послушать. Как тебе вокал? Тоже твоя, да, песня? Я уже узнаю. А она включила свою песню. Еще одну. Очередную, да. И как бы я не смог заряжаться и пустился в пляс. Из-за тебя не спала. Ты удивлен? Ла-ла-ла. Я уже начинаю становиться твоим фанатом. Это прекрасно. Мне начинает нравиться это все. Ты ждешь мой автограф? Я вижу по глазам, что уже. Так, Аня, что у нас наш божественный напиток готов уже? Так, ну что, Аня, может, пойдем в комнату? Ну, давай. Я здесь, пойдем туда, там попью. Тихо, блин, э. Забыла или что? Нормально? Ненормально. Че ненормально? Да ты не мог себя нормально повести? Ты че как непонятно кто? О, фига ты. Я какой-то хотела, наверное, такого прям одного слова. Мы сидим с моей девушкой там, да, и не мешай нам. И человек ушел как-то потверже, решительности. Ты вроде серьезный, адекватный, а просто вот повел ты себя как клоун. Я просто не ожидала. Знаешь что, слушай, вот я не хочу с тобой. Вы разговариваете, в общем. Ну, возможно, отчасти она права, потому что у нее сформирован такое мнение, что... Мужик должен быть жестким. Все, Алина, вот такой вот конфликт за девушку должна быть драка. И все, возможно, она просто не видела решение этой ситуации как-то иначе. Алина, ну, извини, да, я на самом деле был неправ в этой ситуации. Давайте я лучше объясню точку зрения, как я вижу эту всю ситуацию. Ну, то есть, как минимум... Нет, давай не отодвигайся. Как минимум, это уголовно наказуемо. Неизвестно, чем это закончилось. Зачем вестись на эти провокации? Там все видели, что он неправ, что неправильно поступил. И я думаю, ты каждый там можешь это спросить. Слушай, давай вот просто забудем вот эту тему, да? Ты для меня сегодня подготовила хороший сюрприз. У меня для тебя тоже есть сюрприз. То есть, если ты готова рисковать, готова мне довериться, то я готов тебя, собственно, так сказать, посвятить в такой круг экстремалов, можно сказать. Свиньеры! Хватит дуться. Сейчас тебе покажу, чем я раньше занимался. Давай, поехали. Готовы? Да, давай. Все. Не, ну, я не думаю, что это будет так. Да, давай собирайся. Ну, хотя я не представляю, куда лучше можно поехать. Клименты, муж и жена каждый день созваниваются по видеосвязи. Тёмыч, привет. Привет, привет. И кто у тебя там на фоне смеется? На фоне стена смеется. Да, с ума баба у тебя. Что у тебя за фотка последняя с татуировкой? Две минуты назад выложил, уже три бабы лайкнула. У тебя глаза косые. Уханна ревнилая. Я решила сегодня отметить мой второй вечер с мужчиной, который за меня подрался. Представляешь? Ко мне сегодня пристал вот поклонник в ресторане. Поклонник? Вот такой симпатичный молодой человек. И Баша даже подрался с ним за меня. Представляешь? Интересно. Он не такой, как ты. Он реально меня защищает от поклонников. Я вообще почувствовала себя реально принцессой. Вот с тобой, с тобой этого не было. Я тороплюсь. Все, побойте при зоне. Ладно, пошли вы все. Блядь, она больная. После скайпа с мужем Артемом, жена Аня продолжила вечер в тесном общении с Пашей. Чувак, неужели ты видишь, что она больная? Хотя ты тоже самым влюбленный. Да, мне кажется, он вздулся. Давай тогда лучше перейдем на твою замечательную кровать. Он здесь. Давай за нашу встречу. Расскажи про свой первый раз. Кто был твоим первым мужчиной? У меня первый раз был с телеведущим. Подробности. Я не могу прям все в красках тебе писать. Но хочу сказать, я у тебя в космос. И вот до сих пор... Ты прям первый раз он был такой сразу яркий? Ну, болезненный, конечно, но очень яркий. Мне Аня рассказывал про своего первого мужчину, который знаменитый... Андрей Малахов. Кто-то там. Малахов, кто-то там. Я, к сожалению, действительно не знаю, кто это человек. Ну, мне никак это не вызовало никаких эмоций. Я понимаю, что ты не хочешь подробностей, это естественно. Но хотя бы расскажи, ну, место, где это происходило там. Могу тебе приоткрыть завесу тайны, что-то было на подаконнике. На подаконнике. Все остальное я, пожалуй, скрою. За любовь. Поддержу. Я вообще пью только на Новый год. Так вот он, Новый год, новая жизнь. Прежними мы отсюда уже не выйдем. Точно. Прекрасный вечер. Да даже Ахмур. Ты ко мне ближе сегодня находишься, чем многие люди в моей жизни. Как человек, как мужчина, да, он, конечно, произвел на меня впечатление. Поставишь мастер-канчик? Я да, да. Поставлю. Было вкусно. Да. Ну, я думаю, надо уже... И жарко. Да, ложиться спать. Муж Артем устроил Алине обещанный сюрприз и отвез ее в заброшенный поселок на экстремальную экскурсию. Давай вот здесь смотри, есть проход. Здесь более-менее чисто. Попробуем. Ну, готово? Да. Какое небо такое зеленое? Я была в шоке, когда мы приехали в заброшку. И такой сюрприз. Если бы мне сказали, я бы не поверила, что я поеду, я буду ночью там. Тихо, тихо. А в чем сюрприз? На момент, когда я столисти поменял. Какая классная романтика. Заберись, заберись. Все, вырубеда. Страшно, страшно, жутко, да? Бабжей, наркоманам можно встретить. Тут, смотри, тышь, картины есть. Да ладно. Картины. Тут, везде, ступеньки просто скрипят. Не, интересно, субъективненько. Картины есть. На самом деле, мне кажется, что это вообще оставили. Понялся, видишь. Что, в кровати, что ли, куклы? Серьезно? Я тебе предлагаю сейчас... Мне кажется, что оставила съемочная группа. Закрыли глаза и до считать до 10. Чем? Дескай игра в порядке. Вслух или можно немножечко обмануть? Да давай слух, чтобы я понимал, сколько у меня времени есть. Готово? Раз. Вот это романтика. Я иду тебя искать. Кто не спрятался, я не виноват. Кое небо, интересно. Ты где? Сейчас как бедно обосрется. Ну все, давай, брось. Выходи. Ну все, уже не смешно. Давай, выходи. Мне это уже не нравится. Боже, ты сумасшедший. Ты так меня напугал. Ты где был, кстати? Все, расслабься. Закрыл глаза. Такой шок. Я его потеряла. А потом нашла. И поцелуй. А это у них романтика такая? Смотрите. Серьезно? Серьезно, вы переспалили на заброшке? В заброшенном поселке пара мужа Артема и Алины вернулись домой под руку. Вместо приготовления завтрака заказали пиццу. Больше вспомнить, как говорится. А сколько у тебя было женщин? Сейчас расскажет, чем он занимался, да? Много? Нет, ну было. Понятно, что ты не девственник. Да, не догадалась. Я не знаю. То есть ты даже посчитать не можешь. У тебя было настолько много. Не помню. Ну, ты все не считаешь. Зачем? Зачем? Это удовольствие. Правильно? Слушай, а жене ты своей изменил? Нет. Ну, не приходилось. Не до этого. То есть ты верный? Да. Любишь меня? Уже не знаю. Такой затруднительный вопрос. Я вижу, ты пиздаешься, наверное. Отличает, он не уверенно. Давай, не было лишних вопросов. Давай, да. Давай? Да, конечно, давай. Давай сразу два? Давай сразу два. Давай. Держи. Это вот так круто. Попочку буду себе отъедать. Попочку? Попочку у тебя хорошая. Все это нормально с попочкой. Прилагаю, можешь в кино сходить? Кино посмотреть. О, у меня есть, кстати, получше идея. Мы сейчас свое кино снимем. Аня, доброе утро. Какая прелесть. Знаешь, у меня сейчас сегодня такое настроение не игривое. Что вам нужно делать? Я приготовила вот. Смотри, как я выгляжу. Прям боковая женщина. Наверное, ты сейчас смутился. Ну, такое что-то в стволе, такое, да, как бы элемент игры. Это было забавно. Тупо не завязывай. Что мы будем делать дальше? Она не умная, хрена, это завязали. Если ты у меня выиграешь, то я тебя короную. А если нет, то ты останешься незнакомцем, с которым я дальше не буду продолжать общение. Смотри, я сейчас тебе предложу часть своего тела, а ты меня полайкаешь немного. Полайкаешь? Есть одна мысль. Ну что, я заслужил, думаю, корону? Ну, а сейчас увидишь. Давай, я готов. Преклоню колено. Так, ну корона, конечно. Отлично. Ещё какого-то трансвести-то делают. Чувствую себя теперь королём. Ну что, сейчас? Бляха-муха, ребята. Напишите сами в комментариях. Что это за хрень? Это король, и я буду кормить тебя. Это король. Ну давай, я готов. Сюда, на баночку. Молодость. На баночку. Да, отлично. Ну что, мой хороший. Сейчас самое лучшее время для того, чтобы выйти в стримчик. Ну давай. Ребят, всем приветик. Я сегодня с новым королём зажигаю. В смысле с новым? Единственное. Так, ну что, Аня, тебя ждёт ещё один сюрпризик. Сейчас. Королевский уже. Пока жена Анна спала, Павел успел съездить в магазин и купить для неё необычный подарок. Ну что, моя прекрасная незнакомка. У меня есть целых два сюрприза. Но прежде чем получить второй, тебе нужно сначала примерить первый. Я решил ей подарить шубу и комплект нижнего белья. За что? Я жду тебя здесь. Король ждёт тебя в своей опочивальне. Какой лифтчик. Ты примерь и выходи. Я тебя пока подожду. Любая девушка любит нижнее бельё, ну и шубы, естественно. Поэтому мне захотелось в очередной раз её порадовать. О-о-о. Вот видишь? О-о-о, всё серьёзно. Да. Как тебе? Да, тебе очень хорошо сидит это всё. Это уже, конечно, переходит всякую грань. Но всё-таки я надела специально для него красный халат. Я думаю, ты заслужила второй подарок. Всё, ты готова? О, это что, шуба для меня? Ой. Вот это, да, отлично. Это королевский образ. Давай. Король рад. Шикарно просто. Я показала такое небольшое шоу ему, чтобы он удивился. Конечно, по улицам я так ходить не буду. Ну, слава богу. Король с королевы – это прекрасно. Очень крутые. Алина предложила Артёму игру для взрослых. Ты готов к труду, я бароник? Да. А давай поиграем. На раздевание. Ну, так как ты бывший разведчик, тебе эта игра должна быть по зубам. Ты должен... Бывший разведчик? ...богатать все мои эрогенные зоны. Мм? Ну, давай попробуем. Как в неё играть? Правила какие? В общем, я называю тебе свои части тела, а ты отгадываешь, эрогенная она у меня или нет. Если ты не отгадываешь, то ты будешь наказан. А если я не отгадаю, то буду наказана я. Уши. Ну, у тебя эрогенные уши. Да. Отлично. Так. Значит, я угадал. Давай мизинец правой ноги. Думаю, нет. Чертовски права. Теперь твоя очередь. Называй. Губы. Губы. Мне кажется, губы у тебя, ну, не эрогенные. Потому что ты, ну, как-то, не знаю, видишься странно, когда я тебя целую. Ты не угадал, будешь наказан. Да-да, выгулить шубку-то. Вот это выпуск. Шуба классная. Шуба классная. Шуба я ставлю на самые пафосные мероприятия. Ну вот. Каждый день не буду в них. А здесь сегодня у меня просто праздник. Обычная прогулка. Что за шапка? Полицейского. Павел снова проявил себя, как настоящий романтик. 20. 21. 21 цветочек. Держи, 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 держи. Держи, держи, держи. Ой, они мне свалились. Аня, ну е-мое. Я решил в очередной раз устроить ей сюрприз. Заранее договорился с мимом, который разыграл некоторую сценку для нее. Собирал цветы, выдуманные. Как раз для выдуманной принцессы, выдуманные цветы. Для выдуманной принцессы. Я хочу, чтобы вы вместе с Пашей собрали для меня букет. Сколько мы ее за собрать, Аня, для тебя цветов? Тут они заканчивают. Да е-мое. Он забирает все цветы у меня. Слушайте, мы быстрее собрали. Паш, ты в этом конкурсе проиграл. Ну, он профессионал. Ой, я получила целых три букета по столу Ройз и вообще была счастлива. Ну, просто я их представлю в моем воображении. Да, 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 да. Сердечко. Ага. И мы на лыжах. И мы на лодке поплывем. В теплые края. В общем, я помню, надо сажать ее на лодку и плывем. Это была его импровизация и плывем. Какие-то там гребли. Нет, это была не гребля, это была ебля. Ну, давай, давай, подсунай сюда. Там буковка Г и Р пропала от гребли. У нас сегодня романтика прям шикарно. Замечательный парень, да? Ну, что, поплыли? Поплыли. Давай запрыгивай лодку. Давай полный вперед, ага. Ну, поплыли. Это выпуск. Я решил снять ей клип. Хочу замуж за француза. Мы... Серьезно? Поехали с ней в студию, которая заранее договорилась. И также заранее договорился с режиссером. Добрый, привет. Привет. Меня зовут? Я сегодня твоя звезда. Приятно познакомиться. А что с губами у тебя? Что с губами? Можно красным, пожалуйста? Я хочу красные губы. Ксюша, посмотри. Вот такие красные дуги сделать по бокам. Какие? Красные. Вот я хочу вот так вот, чтобы они... Глаза были подведены. Красный цвет? Да. С стрелками красными? С стрелками красными, да. А вы точно опытный? Вы точно продюсер? Поверь мне. Анна похвасталась гримеру, что Павел подарил ей новую шубу. Если бы мне шубу подарили, я бы, наверное, оскорбилась. Почему? Подумала бы, что я тоже выгляжу уже не очень свежо. Да, да. Молодежь такой не радует, конечно, давно. Косметолог бы тебе подарил мне шубу. Мне все завидуют. В принципе, очень много людей говорят про меня плохие вещи. И когда я вижу, что они себя представляют, обычно это неудачники, которым что-то не нравится в моей внешности, потому что сами они так выглядеть не могут. Я хочу, чтобы так, как у всех, у всех же певицы, там, фонограмма вроде бы, да, идет. Что-то мне терзают смутные сомнения, чтобы меня поняли. Да мы вроде адекватные люди. Не знаю, сейчас посмотрим. Просто режиссер у нас так себе, Аня. Вы так себе, друзья мои. Вы мне тоже не нравитесь, это взаимно. Но вы прекрасно. Вы, мадам, роскошная. Все, готовы? Канера, мотор. Так, самому лучше не ссорить. Что-то, мотор идет у нас. А погромче давай. Он ее снимает на что? Хочу замуж за француза. За француза. За француза. Они снимают клип на какую-то упражку. Павел тоже решил принять участие в съемках. Они бесят. За француза. Что за хрень? А я хочу замуж за француза. За француза. Стой, как ты, слухана. Уними ее сзади. Не дайте мне эмоции. Нет, ребят, это не поцелуй, а давайте поцелуйтесь нормально, пожалуйста. Делай, что я тебе говорю. Не тормози, брат. Это будет супер. А мой любимый француз-ютубер. Ну, ребят, это омерзительно, если честно. Вы меня простите, но это просто ужасно. Я прошу, чтобы у тебя не было такое каменное лицо. Ты попой, там рот открой хотя бы, ну сделай, я не знаю. А я что делаю? Ну, я не знаю, как вот это вот называется. Это Ленин в мавзолее. Не вообще, даже бровь не дергается. Леди Гага. Хорош? Нет, не надо Леди Гагу. Знаете, это давайте я себя буду сравнивать с Тарантино. Или с Эллибином Горичи. Да, это далеко еще, да. Ну, вот, ребят, если вы не возьмете себя в руки, я себе... Последний шанс. Да, спасибо за одолжение, подруга. Оно нам очень нужно. Я подруга? Не я же. Ну, режиссер какой-то странный на самом деле. А я хочу замуж за француза, за француза, за француза. Друзья мои, это просто у тебя мерзительно. А я хочу замуж за француза. Вы меня слышите, я так... Какой? Я тебе говорю, что ты тоже меня поцеловать, ты ее не целуешь. Почему мне надоело? Ну, если я тебе надоел, еще другого режиссера. Мы просто как-то здесь, посмотри, не с тобой. Сейчас выговариваю. Да не будешь, я тебе говорю. Сейчас он влежет ему, да? Режиссер так и не смог сдержать своих эмоций на площадке. Разгорелся настоящий скандал, затронувший и без того ранимую жену Аню. Но Паша в очередный раз повел себя как настоящий джентльмен и не дал в обиду свою принцессу. Сейчас дыню даст. Давай. Успокойся, свою тупеничку еще не... Не трогать руками, не надо. Не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Давай, дед, что-то, блядь. Тарантина, не доделан. Сейчас мы все сами снимем. На твой большой телефон, да? Потому что он неадекватный был, кричал много, ругался, мы решили обновить. Ну то подставной какой-то был, а-ля продюсер. Я взял все в свои руки. А я хочу замуж за француза. За француза. Да, больше страсти, давай, давай. Давай, покажите страсти, давай. Сиграю билья, попаду в лузы. Снизу надо еще раз, все, что-то спрошу. Что-то он был миронера. Обычный мэрмайхер. Но и мэра. Мэра Марселя могла б я парить. Съемки клипа для жены Ани затянулись до глубокой ночи. А кто монтировать будет? Скайп сможет. Но муж Артем, в свою очередь, он тоже не вспомнил. Ну давай, уже включай. Сейчас, сейчас ты на полный экран включаешь. Сейчас вот потеши сделаю. Он показывает, в общем-то, где он снимался. Смотри, это вот моя главная роль. Видишь, пискут, моя. Муж Артем решил показать Алине фильмы со своим участием. Просмотры видео увлекли обоих. Это все. А, ты, да? Интересно. Интересно. Да, ребята, вот это выпуск. Вчера было просто круто. Мне все понравилось. А тебе? Да. Да. Мне все равно было интересно. Это для тебя только сюрприз, чтобы немножко экстремально тебя развеять, расслабить. Вот. Кушай, 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 кушай. Я старалась для тебя. Открывай, открывай ротик. Все. Вот так. Умничка. Мне кажется, когда еда из близких рук. Уже из близких рук. Да еще клубничку. Вы дали еще для клубники не хватает взбитых сливок. Было вообще прикольно. О, кстати, я вчера еще... Купила. Прикупила. Ты вчера их прикупила? Да. А что мы их не использовали? Я об этом ночью не знал. Ну, они бы нам пригодились. Садись. Давай, прям... Да садись давай, что ты. Открывай ротик. Тихо-тихо. Вот это выпуск, ребята. Сливки и сливки, это прям как элементы страсти, нежности. Ну, я полностью с тобой согласен. Ну, у нас с тобой еще весь день, вся ночь впереди. Так что... Знаете, я так понимаю, что там, в общем-то, никто не пытается как-то спасти отношения. Что там, что там? Сливки нам сейчас пригодятся. Так что давай за начало нового дня. Давай. Мина, я тут решила постирать, тебе что-нибудь нужно? Алина решила построить грандиозную стирку. Да, у меня есть там... Труфеля. А, можете, не знаю, побольше нужно что-то. Да, конечно. О-о-о-о. Это прекрасная футболка. Да, не пудром одел. А тебе так пахнет мужчиной? Может быть, мы ее тоже? Да. Как раз покрали свою красивую тему. Ладно, немножко по телу можно ее снять. И ты свою дорогу тоже туда, да, куча. Пошли стирать. Пошли стирать. Но в самый ответственный момент... Машинка не разоработала, да. Машинка перестала работать. Ее нужно включить в розетку. Отгою маленький секрет. Артем решил взять в руки инструменты и наладить ее. Этого он никогда не делал в квартире жены. Включить розетку. Машинка никогда ничего не синил, он не умеет. Вроде заработала. Работает? Да, только на брышок насыпать. Сделал. Ну, барабан крутится. А, ну вот видишь, движение пошло. Вы серьезно? То есть вы считаете, что мы дебилы? Вы ее выключили с розетки, чувак ставил розетку. Ты что, сделал машинку? Какой я мастер, да? Господи. Какой ты молодец! Ай, не помню. Ты прям настоящий санвекник. Блин, как круто. Я уже думала, не справлюсь. Представил, что мы были только что лохи. Я, ну, помог ей в починнике стиральной машинки. Ну, и за общих интересов, и за своих интересов в первую очередь. Потому что нужно было постирать вещи. Волосы седые уже. Помог починить. Есть одно местечко интересное. У меня там сейчас, у меня друг Сергей сидит. Можно к нему присоединиться. Заодно я тебя познакомлю. Серьезно? Да, тоже веселый человечек. Такой. Вместе снимались. Фильмах. Думайте, понравится. Интересно будет. Они еще даже не скоро, потом вместе все встретятся. Чичером. Аня. О, привет. А тут опять все в том же стиле. Подожди, подожди. Тебе еще пока нельзя. Ты что, уже принес? Все так просто. Моих ног прям ковер сломает. Смотри, Анечка. Это прекрасно. Зазвусь с тобой, как всегда. Завтрак. А что это у меня? Подожди. Не дай ему. Не торопись. Не торопись. Я хочу попробовать свой завтрак. Прежде чем попробовать, тебе надо заслужить его. Да. И все так просто. Утро у жены Анны снова началось со сладкой игры. Я хочу, чтобы ты, прежде чем взять какой-нибудь из этих предметов и съесть его. Ты должна сказать что-нибудь, что связано с этим предметом. Ну, со мной, например, грубо говоря. Там, вот, Аня, ты сочная, как эта мандаринка. Ну, с нее и начнем, давай. Итак, Аня, прежде чем взять эту мандаринку, скажи, что ты думаешь. Ну, ты такой сладкий, как эта дольчика. Ну, давай. Хорошо. Есть, за счет. Можно было просто сделать. Пашечка, ты такой крепкий, как эта сушечка. Мощный, как эта сушечка. Мощный? Главное, что не грудь бреет. Для моего ротика, да. Отлично. Давай. Ну, что ж, Пашуль, завтрак закончен, надо убрать стол. Давай, убирай. Да, ребята. Мне кажется, у меня отлично получается. Ну, потом еще чуть-чуть осталось, да-да-да. Вот. Что это за выпуск? Муж Артем решил познакомить Алину со своим лучшим другом. Несмотря на то, что супруги Одеговой женаты уже два года, муж до сих пор не ввел ее в свой круг общения. Именно поэтому друг Азад принял новую знакомую мужа Артема Алину за его вторую половинку. Я, ну вообще, на самом деле, в праздниках работаю. Так же, как Артем, собственно, откуда? Тоже фильмы снимаю. Веселый человек. Веселый человек. Это правильно формилировка. Нет, стесня, стадись поближе. А что ты, кстати, пьешь? Я пью имбирно-малиновый чай. Вот. Ну, зима, все дела. Зима, да? Да, подготовочка с имбирем. А как вы познакомились-то? Это такая сложная история. Решили поучаствовать в небольшом эксперименте. Есть, ну, сейчас уже можно нажать, какая супруга, вот, с которой мы проверяем отношения, вот. Решили поменяться некими, ну, ролями, отношениями, вот, что-то такое, вот. Так экзотично. В общем, для них это испытание на чувства, вот. Они друг друга проверяют тем самым. Нужны ли им эти чувства или не нужны. А мне это вообще. Да, 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 да. Она, ну, у нас дается время, и вот там дальше будет, дальше больше видно, сойдемся мы или сойдутся они. Ну, я тебе скажу, мне это очень нравится. По крайней мере, я тебя уже знаю. С Алиной, по крайней мере, я познакомился. Так что... Он уже хочет увидеть мою супругу, и поэтому он так, ну, периодически шутит. Артем, к сожалению, меня так еще и не познакомил со своими родственниками и близкими друзьями. Не, в ней я убедился, что есть какая-то уверенность в некоторых моментах. Вот, а что уже хорошо. Да, слушайте, давайте мы эту встречу запечатлим. Давай, давай, давай. Так, три, два, один. Отлично. Кальян на PPC. Да, мы сделаем какой-нибудь стикер. Давай киску. А вот, киску, вот так? Да, да, вот так. Вот так, да? Да. Ну вот, смотри, у нас уже есть совместное фото и с друзьями. Лицо закрыл. На самом деле девочка понравилась, в плане, что я рад за Артема, что они встретились. Кажется, у них все очень позитивно так развивается. Для меня главное, что друг счастлив. В очередной раз есть для тебя еще один сюрприз. А это только сюрприз делает. А вот стой здесь. Поехали. Что ты еще придумал? Тут разденися. Павел нанял профессионального музыканта, чтобы он спел жене Анни и ее песни. Это серьезно. Был профессиональный музыкант. Ну, я, ребят, самолучка на гитаре. Но то, что он брынкал, это была полная жопа. Он зажал только какие-то струны и все время что-то долбил. О, он мне сам поклонился. Наконец-то мне сам позвонил. А я вот в тачке еду, угадай, кто меня везет. Кстати, я хочу тебя спросить, что за баба? С кем у тебя фотография? Выкладываешь фотки, мне не отчитываешься. С какого хрена я должен перед тобой отчитываться? Зачем? Что? Ну, вообще-то мы в отношениях, ты забыл? Слушай, ну, сейчас это уже такой спорный вопрос. Ну, так ты тупой, что ли, или как? Что за девушка? Ну... Вы с ней спали? Знаешь, мне уже надоел этот разговор дебильный. Давай, до свидания, пока. Дааа. Ничего себе, где это, я? Что там, что там происходит? Какое-то разврат. Очень радо. Очень радо знакомство. Короче, я понял, они до друга не выберут. Ну, обратно, то есть. Дааа. Доброе утро. А, что? Ты в человеке? Слушай, я, в принципе, еду сегодня на работу. Помнится мне, ты что-то хотела сделать своей бородой. Да, я хотел ее, честно говоря, покрасить немножечко так. Это, ну... Уложить, что ли? Ну, вот, чтобы... А на что, парикмахер? Не надо преобразиться. Я постоянно говорю Артему, чтобы он сбрил бороду. Но он не хочет. Засраниться. Ну, он так будет помоложе выглядеть, поэффектнее. Но, с другой стороны, он будет привлекать большее количество женщин. Это меня пугает. Слушай, ну, хочешь, поехали со мной. Почему бы нет? Как раз искреть им что-нибудь. Алина, хозяйка модного салона красоты. Она твердо решила реализовать свои творческие фантазии на мужа Артеме. В общем, есть проблемы с имиджем. Я хотела бы внести в свои какие-то там корректировки. Ань, доброе утро. Опять Линдвай? Нет. Немножко позавтракаем. Это так прекрасно. Ты во мне позаботился? Сварил ли мой любимый кофе? А, это кофе? Светочка, привет. Привет, мои хорошие. Это ее салон? Это салон. Ему нужно поменять имидж. Ну, все так, как мы с тобой разговаривали. Да, я пробую. Проходи. Да, давайте. Хорошо, спасибо. Как ты думаешь, что сегодня мы будем делать? Вообще не знаю, что ожидать, что может быть. Я сразу доверился Алине. Страшно? Да. Алина решила покрасить бороду мужа Артема в необычный цвет. Алиночка, принимайте. Ого-го, да ты просто пипер. Обалдеть, давай за это выпьем. Тебе так идет? Давай заселфимся. Когда он стал светлее. Давай заселфимся, ну давай. Не, ну уложили. Почему? Да я просто выпью на прошлом провожении вечера. Зато я теперь знаю, как выглядит карабас-барабас. Посмотрю на себя в зеркало. Не желаете ли вы сделать интим-стрижку? Нет. Может быть все-таки младеная интимная стрижка? А что? Ну как мы сходим? Ну ты чего? Мы с тобой сегодня прибыли. А сам в таблить не умеешь. Или там где-то какое-то чудо-людо сделать. Романтичная сторона Павла проявилась и в этот раз. Где еще? Ответь мне, пожалуйста, мужику. Интимная стрижка. Может быть я в что-то не вникаю. Это там выделывается какая-то статуя? Супермена выбривают? Или как? Что значит? Ну то есть по брите я так понял, типа там снизу не вариант. Есть какая-то другая интимная стрижка? Или что? Может быть я о чем-то не разбираюсь? Может там реально какие-то там рисунки делают? Девушка будет нуждаться в силе мужской поддержке, как не на катке. Ты же умеешь кататься? Нет, я. В салоне красоты. Но поскольку ты предложил, отчего бы не согласиться. Прошу. А я вообще первый раз на коньках. Держись, трубай. Я держу тебя. Да, ты меня держишь? Тихо, тихо. Мне кажется, мы сейчас вдвоем упадем. Там и ляжешь, да? Я не умею кататься на коньках, поэтому мы с Саней не катались никогда на коньках. О, тебя знают, а ты Снегурочка у нас, да? Да, меня тут и скоток знают. О, что это? Снегурочка, Снегурочка. Я пришла на праздник к вам, вас увидеть, потусить, вам стишок проговорить. А я хочу сам. За француза, да. Вы просто не слышали в оригинале, она шикарная просто песня. Он подкатывает к ней, подкатывает. Я, Мать, Снегурочка. Все, 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 это наша остановка, все. Я горю. Спасибо. Спасибо вам большое, девчонки. Спасибо большое всем. Да, вот это, конечно, было неожиданно. Но ты катаешься лучше меня. Я честно, первый раз. Просто потому что рядом со мной было ты. Вот уверенно себя чувствую, когда ты со мной рядом. Может быть, я тебя вдохновила, да? Точно, именно так, да. Ты прям был прям... Не хотелось в твоих глазах, как бы, вот, показаться вещь таким вот неопытным. Ну, на фоне меня ты был просто такой опытный. Спасибо. Это приятно. Мне понравилось стоять на коньках. По сути, мы почувствовали себя семьей. Алина и муж Артем выпили много шампанского в салоне Алины и пришли домой на веселе. Артем, ты такая пьяненькая. Я не виновата. Я ходила, когда лучше, понимаешь? Ну, ты понимаешь? Пол-видео какой-то порнографии. Хотя бывший порно-актер. Это японский ресторан? Как бы же классно. Здравствуйте. Добрый вечер. Привет. Привет. Это наш меню. Сестрая. Девушка, я вот с этим мужчиной хочу сегодня заняться духовными практиками. Как вы думаете, какой нам чай подать? Лунцинь. Отлично, это давай. Отлично, ждем. Прямо из ресторана жена Анна решила позвонить своему мужу. Но Артем, скрывая свою окрашенную бороду, спрятался под одеяло. Алло. Привет. Что, дома лежишь? Кстати, мы с тобой скоро увидимся. Мы встретимся с тобой в бассейне. Посмотрю я на эту твою шалавку. На твою эту шлюху посмотрю. И все, я тебе при встрече расскажу. Все. До свидания. Дорогие гости, у нас переодевается в кимоно для чайной зеремонии. Я вам сейчас принесу кимоно и вы переоденесь. Это интересно. Давайте. Давайте. Примерим. Сейчас только вам надо накачаться этой информацией. Переодевайтесь, я к вам подойду побольше. Спасибо большое. Хорошо. Прекрасный пояс. Это прям такой... Красивая игра золота на ледрах. Интимный момент такой прям. А вот такие рукава. Сколько всего можно сюда доложить? Присаживайся. Доложить. Доложить, да. Настоящая японская гейша вовлекла жену Анну и Павла в мир восточной эротики с помощью любовных японских текстов. Когда ее золотой лотос ноги поднимается так, будто она хочет обнять ими мужчину. Его огонь и страсть достигли вершины. Она оборачивается свои ноги вокруг него, талии и руками движет его за плечо и спину. Что-то было. Это настолько понравилось жене Анне и Павлу, что пара решила продолжить горячую японскую церемонию дома. А не костюмы сперли. Нихал. Истинная радость, любви в экстазе двух тел и душ, смешивающихся и объединяющихся. Что там? Какая-то порнография, что тут? Шот за выпуск такое, мать его, заново, а? Я в шоке. Итак, встреча, да, так понимаю? Двойное свидание. Ты что, армычишь? Не. Да. Есть немного. По правилам эксперимента, на пятый день пары встречаются на двойном свидании. Жена Анна предложила провести его в бассейне, чтобы хорошо рассмотреть фигуру незнакомки. О! Здравствуйте! Привет! О, Тёма! Паша! Если он спортивный, то, в принципе, там два варианта. Либо весёлый, либо овощ. Привет! Привет! Предлагаю выпить просто, ну как минимум, за встречу. За знакомство. За знакомство. Смотри, как она смотрит. Тихо, 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 тихо. Это твой мужчина, Тёмка. Не спай, не спай. Всё, 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 всё. Не надо. Мне было очень стыдно, неприятно, что другая девушка сидит рядом с Артёмом, и я хотела... Да ты же сама спишь с этим качком, и ничего. А тут, судя, приревновалась. Не столпец с тобой. Будем плавать, это всё смоется. Я не буду с тобой плавать. Так не со мной, а ты не спашу. Выбежьте меня. Пока супруги Одегова выясняли отношения, их пары по эксперименту Павел и Алина тоже не теряли времени. Итак... Ну, я Паша. Алина. Очень приятно. Очень. Как тебе, Артём? Хорошо. А тебе? Артём? Когда мы немножко с Алиной выпили, и пока они там разбирались, мы так переклинулись взглядом... Да, достаточно интересная девушка. А, понятно. Алина демонстративно попросила мужа Артёма намазать ей спину лосьоном. Тебе вообще стына. Тебе не стына. Я она выбеживая, тварька. Тебе не стына. Дом 2. Лапы шли. Это противно, это не знаю. Сегодня Аня показала полностью свой характер, который был просто... Полностью недоквардный, полностью противно. Это ужасно. Подовольство. Ой, бляжу! Как она... Слаки ударили. Там и место в бассейне. Отличная пара, ребята. Эмоции и разборки оставляют при себе, а мне нечего там больше ловить Понятно, я думал другое будет В общем-то конец Артём хотел просто унизить меня, поиздеваться Честно, не знаю, что ожидала Аня увидеть этот эксперимент Может быть, как и все девушки пытаются выжить последнее из пальца Семья Одеговых распалась Супруги решили подавать заявление на развод Ну что, ребятушки, вот, в общем-то, мы и подошли к концу Выпуск просто трэш Вот согласитесь Полтора часа какого-то просто непонятного Короче, сами можете видеть, что было Написать в комментариях Я готов с вами, в общем-то, все обсудить Мне интересно даже ваше мнение в комментах Также, ребята, жду вас, я колен на Блэквайт Ссылка находится в описании, переходите туда И я вас там тоже буду ждать Я очень часто там бываю В основном вечером С вами был Андрей Чент Увидимся в новых выпусках Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok